Не нужен нам берег турецкий, доказывают футболисты луча энергии. Вторые учебно-тренировочные сборы клуба проходят в Сочи. На них команда уже провела две игры. В первой тигры встречались с местным любительским клубом Сочи. Встреча выдалась жесткой. Номинальные хозяева не жалели приморцев. Игроки луча отвечали точными ударами по воротам сочинцев. Игра завершилась со счетом 8-0 в пользу желто-синих. Вторым соперником луча на сборах стал молодежный состав пермского Амкара. Ребята вышли на игру отмобилизованные. Но отдавались игре тут. Поэтому повода вопросов нет. По результату тоже вопросов нет. С первых минут пермская молодежка тоже неуважительно относилась к спарринг-партнерам. Особенно перед своей штрафной. Тигры начали отвечать на подобную вежливость. В итоге команды проверили на прочность вратарей и каркасы ворот. Минула половина первого тайма, а луч уже вел 2-0. Иван Столбовой в силовой и техничной манере отправил два мяча в ворота молодежки Амкара. Во втором тайме красно-черные один мяч отыграли. Но сразу же пропустили. Вячеслав Сушкин восстановил комфортное преимущество 3-1. Счет остался неизменным до конца встречи. После игры наставник Пермяков отдал должное сопернику. Тактически нам было тяжело во втором тайме выйти со своей половины поля. У нас не получался выход из обороны в атаку. Видно, что команда грамотная. Такие опытные футболисты играют. Поэтому только такое приятное впечатление. Желаю вашей команде решить все свои проблемы, которые она хочет решить. Учебно-тренировочные сборы луча в Сочи продолжаются. Следующим соперником желто-синих станет участник премьер-лиги футбольный клуб Уфа. Павел Зайцев, Панорама.